Ты выше всех царей Ты выше всех царей Ты превращаешь И нас как сиро усыновляешь Ты царь величия Ты царь величия Народом правишь Ты жестом правды Ты ярче солнца В сиянии славы Ты царь величия Ты выше всех царей Как дивна благода Как велика любовь Ты за дыну мою Дал праведность свою Ты же свою отца Меня освободи Иисус пою я О том, что дал мне Ты Слава Ханцу Божьему Достоин наш царь Он смерт победить Слава Ханцу Божьему Достоин наш царь Он смерт победить Слава Ханцу Божьему Достоин наш царь Он смерт победить Слава Ханцу Божьему Слава Ханцу Божьему Слава тебе Слава Ханцу Божьему Дал праведность свою Дал праведность свою Держи свою отца Меня освободи Иисус пою я Как дивна благода Ты взял вину мою Дал праведность свою Держи свою отца Меня освободи Иисус пою я О том, что дал мне Ты Иисус пою я А в душе 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 Наш Бог жив! Амин! Я в сердце твое, мой Бог, навсегда Твоя любовь вечна Тебя буду славить, ты знаешь, ничто не удержит меня никогда Близко ко мне ты, мой Господь в славе и хвале живешь Тебя буду славить, ты знаешь, ничто не удержит меня никогда Танцуй, танцуй, Дух Святой во мне Танцуй, танцуй, Дух Святой в тебе Танцуй, танцуй, Дух Святой во мне Танцуй, танцуй, Аллилуйя Я в сердце твое, мой Бог, навсегда Твоя любовь вечна Тебя буду славить, ты знаешь, ничто не удержит меня никогда Танцуй, танцуй, Дух Святой во мне Танцуй, танцуй, Дух Святой в тебе Танцуй, 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 Дух Святой во мне Танцуй, танцуй, Аллилуйя Ты со мной навсегда, мой Господь, тебе вся жизнь моя Славлю я тебя Ты со мной навсегда, мой Господь, тебе вся жизнь моя Славлю я тебя Ты со мной навсегда, мой Господь, тебе вся жизнь моя Славлю я тебя Ты со мной навсегда, мой Господь, тебе вся жизнь моя Ты со мной навсегда, ты со мной навсегда, мой Господь, тебе вся жизнь моя Славлю я тебя Тебя, тебя Танцуй, танцуй, Дух Святой во мне Танцуй, танцуй, дух святой во мне Данцу, данцу Ты достоин, Бог, славы и полез Ты достоин, Бог, славы и полез От начала дней моих Жизнь моя в руках твоих Нас ничто не разлучит Ты мой по крови крепкий щит Я не просто плоть и кровь Я для большего рожден Ты мой Бог, Ты всегда со мной Жизнь моя и воздух, но Что бы ни случилось, я живу Тобой знаю я Если упаду Силу я в тебе найду Что бы ни случилось, я живу Я живу Тобой Я живу Тобой И в пустыне и во тьме Радость я найду в тебе Ты из глубин поднял меня И даже смерть мне не страшна Ты мой Бог, Ты всегда со мной Жизнь моя и воздух, но Что бы ни случилось, я живу Я живу Тобой Ты мой Бог, Ты всегда со мной Жизнь моя и воздух, но Что бы ни случилось, я живу Я живу Тобой Я живу Тобой Я живу Тобой И уже не я живу, живет во мне Христос Мой. И уже не я живу, живет во мне Христос Мой. И уже не я живу, живет во мне Христос Мой. И уже не я живу, живет во мне Христос Мой. И уже не я живу, живет во мне Христос Мой. И уже не я живу, живет во мне Христос Мой. Живу там Мой, Мой, Мой. Живу там Мой, Мой, Мой. И уже не я живу, живет во мне Христос Мой. И уже не я живу, живет во мне Христос Мой. Я могу то, что Слово Твое говорит, я могу. Я обладаю тем, что Слово Твое говорит, что я им обладаю. Во имя Иисуса Христа. И это время для славы Твоей, в силе и помазании Святого Духа. Во имя Иисуса Христа. И я готов принимать, и я обновляю мой разум и мое сердце чисто, чтобы исследовать за Господом. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Спасибо, прославление, спасибо, драгоценные. Рядом, возле себя, пожми руку кому-то, обними, скажи доброе слово. Раньше займешь Твое место. Хочу, чтобы все вокруг Тебя были благословлены. Мы рады приветствовать вас на этой чудесной благословенной конференции. Мы благословлены этим прекрасным временем в Божьем присутствии. Мы благословлены тем словом, тем посланием, которое Господь высвобождает сегодня на каждого из вас. И это великая радость, это величайшее благословение, которое мы имеем сегодня в Иисусе Христе. Аллилуйя. Мы рады приветствовать каждого, кто сделал этот шаг веры, чтобы принимать Божье Слово. Как я уже говорил, что нам нравится сама смена, ну, как бы, контингента. Здесь есть места впереди, кто вчера особенно сидел, заходите, занимайте места. Аллилуйя. Я хочу, чтобы просто правильно поняли. Сегодня здесь есть намного больше людей, которые уже ищут проявлять Иисуса, чем просто ищут, я верю в твою веру. Аллилуйя. Это уже вчерашний день. Потому что наша задача, чтобы абсолютно каждый человек, который верует в Иисуса Христа, мог пользоваться этим благословением, которое есть внутри тебя уже через Иисуса, который живет в твоем сердце. И это большущие благословения. И это то, что пастор Керри повторяет постоянно. Просто оно зажигает, оно делает тебя действительно человеком, который реагирует на эти Божьи слова. Нет ничего удивительного, потому что абсолютно каждый может сделать то же самое, что делаю я. Только потому, что ты имеешь Иисуса в твоем сердце. И это радует. Быстро, быстро очень хочу сказать. Молитвенные нужды можете давать людям в этих желтых футболках или опускать в ящики там для нужд. Мы сможем это все собирать. Также смотрите внимательно, в перерывах мы транслируем там разную рекламу, ну, правильную рекламу. И я хочу, чтобы правильно понимали, у нас будет мужской лагерь с 1 по 5 июля. Женский уикенд с 20 по 24 августа. Институт владычества. Есть визитки для регистрации в институт владычества. Визитки там на информационной стойке. Там, где вы регистрировались, тоже есть эти визитки с адресом, как зайти туда, как попасть, зарегистрироваться. Институт владычества. Это та библейская онлайн школа, которая в постоянном доступе. Уже есть два курса. Мы говорим, добро пожаловать. Если вы хотите быть практиком, вам нужно эту школу проходить. Ну, пройти, сдавать экзамены, это очень важно. Без этой школы вы не сможете быть официально и неофициально, скажем, как бы в этом служении. Это очень-очень важно, чтобы вы действительно не пропустили. Институт владычества. Это библейская школа онлайн, которую пастор Керри сам ведет. И она есть на русском языке, специально для того, чтобы ты мог заходить и быть частью этого великого движения веры. И также мы рекомендуем вам подписываться на наш ютуб-канал, на фейсбук. На фейсбук есть Джон Джилейк Министри Украина. Вы можете подписываться, чтобы быть распространителем этой информации дальше. Поэтому Бог да благословит каждого из вас. Мы так рады, что можем сегодня продолжать это движение вперед. Уже микрофон пастору принесли. Спасибо. Аллилуйя. Слава Господу. Надо хорошие аплодисменты Господу. Если ты готов принимать, дай так, чтобы это все было слышно. Пастор Керри Блейк сегодня с нами здесь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Хорошо быть с вами опять. Чтобы продолжать нести это учение. Потому что вы это возьмете. И вы будете ходить в это. Аминь. И вы будете исполнять волю Божию для вашей жизни. Аминь. И Он имеет великие планы для вашей жизни. И не важно, как вы начали в жизни. Важно, как вы ее закончите. И вы ее закончите в силе. Потому что вы ходите с Богом. Аминь. Аминь. Хорошо, помните. Что мы здесь были уже много раз. И всякий раз, то, чему мы учим, это все основано на том, что мы учили раньше. Поэтому, когда мы приехали первый раз, мы говорили с вами об исцелении. И мы вам рассказывали истину об этом. И мы вам говорили о том, как вы можете это делать. И мы убирали всех тех святых коров или традиций, которые были до этого установлены. И потом мы приехали и учили вас о новом творении и о том, что значит быть новым творением. И сегодня, даже сейчас мы говорим о том, что значит быть новым творением. И мы с вами говорим о том, что значит вырасти и быть новым творением. И апостол Петр он говорил, что это будет хорошо, если я буду напоминать вам о некоторых вещах. Поэтому были времена, когда он повторял эти вещи определенные. Поэтому сегодня, что я хочу очень быстро повторить некоторые вещи вам и напомнить вам что-то, чему я учил вас, когда я был первый раз. И то, что я должен сказать, это есть тайны духовной силы. Как быть духовно сильным и оставаться духовно сильным. Как жить сильной духовной жизнью в силе. И оно не находится в том пособии, которое мы сейчас используем. Но они находятся в пособии ТБИ. Поэтому вы там, это можете найти, я оттуда буду вам это читать. Но есть семь вещей. Первое. Вам нужно иметь очень сильное, сильное желание для духовных вещей. И это не желание иметь больше Бога. Вы должны осознавать, что вам не нужно больше Бога. Когда Бог отдал себя, Он всего себя вам уже отдал. И вам нужно научиться, как высвобождать больше Бога. Он уже обитает в вас. Он живет в вас. В полноте. Но очень часто мы не позволяем Ему выходить или проявляться во всей этой полноте. И Он через нас проявляется, высвобождается только на том уровне, в котором находится наша вера, во что Он может сделать. И не только то, что Он может сделать, но что Он может сделать через нас. Если я бы кого-то спросил здесь, в этом зале, есть ли что-то, что Бог не может сделать, то большинство людей скажет, нет. Бог может делать все. И потом я говорю, хорошо, возложи руки на этого больного человека. И вдруг внезапно вы начинаете думать, а вдруг не произойдет. Бог в вас. Он может делать все. Почему Он не может делать все через вас? Если Он не может, то только из-за того, что вы ограничиваете Его своим неверием. Так что ключи в том, чтобы понимать, что Он может делать через тебя. И Ефесянам 3.20 говорит нам, что Бог может делать несравненно больше всего того, о чем мы просим или помышляем. в соответствии с той силой, которая работает в нас. Так что Бог может делать все. Но вам нужно знать, что Он может это делать через вас. Поэтому просто помните, вы сын и дочь Божья. Вы одно с Богом. Вы ходите с Ним. Он говорит вас. Он идет туда, куда ты идешь. И все, что вам нужно знать, это то, что Он достаточно большое, чтобы решить все эти проблемы, которые перед вами возникают. Ефесянам 3.20 говорят нам, что Бог может делать намного больше всего, о чем мы можем только попросить или помыслить. в соответствии с той силой, которая работает в нас. А какая сила она работает в нас? Иисус сказал, вы примите силу, чудодейственную силу, силу Духа Святого. И после этого вы примете, как Дух Святой Судит на вас. Поэтому сила Божья, которая работает в вас, это сила Духа Святого. Поэтому самая могущественная сила во всей вселенной находится в вас. И теперь вот ключи к этому месту Писания. Он может делать несравненно больше всего, о чем мы можем попросить или подумать. И послушайте это, услышьте. Намного больше всего, что вы можете просить или подумать. Это добрая новость. Потому что это значит, что вам тогда не нужно в точности знать, как вам необходимо молиться. Потому что он может сделать намного больше того, чего вы просите. И если вы будете просто ограничивать Бога тем, чем вы молитесь, то тогда вы очень сильно его будете ограничивать. потому что он может делать намного больше всего, о чем мы можем попросить, помолиться или даже подумать, помыслить. Поэтому все, о чем вы думаете, Бог может сделать больше, чем это. Если вы думаете, Бог, можешь ли ты заплатить мои счета? Сможешь ли ты поместить еду на мой стол? Он говорит, я могу сделать намного больше, чем просто это. Я могу не просто накормить тебя, но я могу через тебя накормить других людей. Он может сделать намного больше. Не ограничивайте Бога. Убирайте свои ограничения с Него. И очень грустно думать, что у нас есть вот этот Бог без границ, который внутри нас просто ожидает, что мы позволим Ему выйти и благословить этот мир. Но, несмотря на это, мы не выпускаем Его. Он хочет выйти как потоп. А мы Его выпускаем, как капельки, которые капают с крана. Он так намного больше хочет делать через нас. И я теперь расскажу вам тайну, почему вы Его ограничиваете. Я расскажу, как вы Его ограничиваете. И я расскажу вам, как перестать ограничивать Его. И вот как вы Его ограничиваете. Когда вы видите проблему, вы знаете, что Бог может ее решить, но вы не думаете, что вы достаточно хорошие для того, чтобы Бог мог использовать вас, чтобы решить эту проблему. Поэтому вы ограничиваете, сколько Бог сможет в себя проявить. И проблема, вы думаете о себе. вы помещаете себя вот внутрь всей этой проблемы. Какой ответ? Уберите свои мысли с себя. Перестаньте думать о том, что вы можете сделать. Потому что, когда вы думаете о проблеме, то вы на самом деле думаете о своих ограничениях. О, Бог, я надеюсь, у меня будет достаточно веры. Я надеюсь, я достаточно помазан. Я надеюсь, достаточно сил у меня есть. Я думаю, достаточно ли я не сильно рассердил Бога. Я надеюсь, у меня достаточно веры в Бога есть. То самое главное слово во всех этих высказываниях используется «я». Это «я». И нам нужно убрать свои мысли с нашего «я». и смотреть на Иисуса. Если вы будете держать свои глаза на Нем и на том, что Он может сделать. Если вы убираете свои мысли с себя и ваших ограничений, когда я стою перед больным человеком, независимо от того, какая бы проблема это ни была, я никогда не останавливаюсь, чтобы подумать. Хух, надеюсь, я это смогу сделать. Никогда не думаю. Надеюсь, у меня достаточно веры. Это даже никогда не пересекает мой разум. Я вижу безграничную силу Божью. Я вижу ту проблему, которую она может решить. И я просто их соединяю. Потому что я знаю, что Бог может решить это. И прямо тогда я единственный человек, просто там, который представляет Бога. Поэтому я не думаю о себе. Я думаю просто о Боге, который может решить проблему этого человека. И потом я возлагаю руки на них. И я позволяю тому, что внутри меня выйти. И это Бог. Вот так все просто. Просто уберите свои мысли с себя. Всякое ограничение, которое вы помещаете на Бога, это ограничение, которое вы видите в самих себя. И Бог не может проистекать через вас, если вы будете продолжать думать о своих ограничениях. Так что, это легко. Просто умрите. Умрите для себя. Умрите для мысли, что вы можете для себя сделать. Потому что больше не вы живете, но Христос, который живет в вас. Поэтому не думайте о том, что вы можете сделать. Если только вы можете сказать к апостолу Павел, я могу все в Иисусе Христе. И когда вы это знаете, Христос может проистекать через вас. Сила проистекает через вас. И вы помещаете людей в соединении с Богом. И вот так все просто. Но мы по какому-то определению времени потеряли это. И это то, о чем я учил вас во время божественной техники божественного исцеления семинара. Но заметьте, это та же истина, которая относится и в учении проявленных сынов. Потому что все принципы в Библии, они все держатся вместе. И они не делают бесценными друг друга. Если вы слушаете всевозможных разных проповедников, то вы будете слышать, как они будут противоречить друг другу. Очень часто. Потому что у них нет принципов в порядке стоящих. А когда все ваши принципы, они в полном порядке, то все проистекает вместе. И те же самые принципы, которые делают работу исцеления, способны произойти, это те же самые принципы, которые и делают финансы происходящими в нашей жизни, работающими. Если вы знаете, как возлагать руки на больных и освобождать их, то вы знаете, как изгонять дьявола. Это тот же самый принцип. Может быть, метод какой-то будет другой. Но принцип будет тот же самый. И принцип очень легкий. Вы самый высокий уровень и вид существа, который находится сейчас в этом месте. И всякая болезнь и немощь, она обязана склонить свои колени перед Иисусом, которого вы носите, которого вы имеете, и у вас есть законное право использовать это имя. Вы не как семь сыновей Скивы, у которых не было права использовать имя Иисуса. А это те тибетцы сказали, мы знаем Павла, мы знаем Иисуса, но а ты кто? Поэтому нам нужно понимать, если вы будете говорить с дьяволом, он должен знать вас, потому что вы из семьи Иисуса. И вы наивысшее духовное существо, наивысшее, чем дьявол. И я вам сейчас расскажу тайну. На самом деле несколько тайн. Но вот, что вы должны научиться делать. И это будет звучать очень странно. Но если вы возьмете, схватитесь за это, это очень сильно поможет вам. Иисус сказал нам, что мы будем говорить горе, и она будет убрана. Кто когда-нибудь слышал кого-то, говорящим горе? Он это продемонстрировал, говоря к дереву. И дерево повиновалось. Поэтому Иисус говорил к дереву. И если вы увидите кого-то, кто стоит там на улице и говорит с деревом, то те люди подумали, ну, тот вообще сошел, с катушек слетел. Но Иисус говорил с деревьями. Он был на корме лодки. И Он разговаривал с ветром. И Он разговаривал с морем. И ветер, и море повиновались Ему. И люди не сказали, он сумасшедший. Почему? Потому что это сработало. И ветер, и море успокоились. Поэтому что они говорили? Какой это человек? С какой властью? Что Он говорит и ветру, и морю, и оно успокаивается. Иисус. Это Сын Живого Бога. Это Царь Царей, Господь Господь. И эта Личность, которая нам была сказана, что мы имеем Его ум. Потому что вы имеете ум Христов. И когда я вас этому научил? Когда я вас приезжал и учил о новом человеке. Все эти учения, которые я привозил вам, они все вместе соединены и держатся вместе. Иисус не был сумасшедшим. Или даже если Он был, так и вы. Потому что у вас Его ум. Теперь, если Он был сумасшедшим, это работало. Поэтому, может быть, то, что мы называем сумасшествием, то, на самом деле, это просто очень умная вещь. Это гениальная вещь. Потому что Иисус был гением. И вы имеете Его ум. Не так ли? Аминь. Теперь, чтобы доказать это, я так думаю, что вы раньше встречались здесь с Кэролианом Лив. Да, она проповедовала здесь. И то, чему я учу, это тоже идет вместе с тем, что она говорит. Это вместе идет с наукой и Библией. И я с ней встречался и разговаривал с ней. И мы с ней вместе обсуждали обновление ума, также новое творение. И в будущем мы планируем делать некоторые вещи вместе. Потому что она увидела что-то очень сильное в мышлении. И следующий очень сильный прорыв в церкви это будет как раз в прорыве мышления. И люди начнут ходить во мышлении Христовом. Что значит, что они начнут ходить, как сыновья Божьи. Потому что Христос был Сыном Божьим. Поэтому все это работает вместе. Поэтому давайте вернемся к этому. Иисус сказал, говорите горе. Он не сказал, говорите с Богом о горе. А так много людей, они разговаривают с Богом о горе. Если ты собираешься говорить с Богом о горе, тогда говори как Калиб. Дай мне эту гору. И я ее уберу с дороги. Аминь. Вы не жалуетесь по поводу горы. Потому что если вы будете жаловаться о ней, она просто будет становиться все больше и больше. Всякий раз, когда вы жалуетесь в отношении горы, то вы берете лопатой еще больше камней и кидаете сверху. И эта гора просто становится больше. Вместо того, чтобы сказать этой горе убраться. И всякий раз, когда вы говорите убраться, вы берете эту лопату, и вы берете лопату и убираете с этой горы. И она уходит с вашего пути. Иисус дал нам примеры. Он разговаривал со смоковницей. И он сказал ей, что он хочет, чтобы она сделала. Но заметьте, что он проговорил это в конечном результате. Он не говорил, как ей это сделать. Он просто сказал, «Я не хочу, чтобы кто-либо от тебя больше вкушал». Поэтому дереву надо было умереть, чтобы убедиться в том, что оно повинуется словам Иисуса. Иисус никогда не сказал, «Умри». Но дерево сделало то, что было необходимо для исполнения слов. Когда Он проговорил к ветру и морю, Он не сказал, «О, Отец, ты же мне сказал переплыть на другую сторону». «Но почему же ты позволил всему этому шторму?» «Но почему же ты позволил всему этому ветру подниматься и волнам взбывать?» «О, Бог, ты пытаешься меня чему-то научить?» «Бог, ты пытаешься меня испытать в чем-то?» «Нет, Он знал». «Бог сказал, иди». «И Он шел». «И Он знал, что что-либо, стоящее перед тем, то, что Бог сказал, и то, что Ему нужно было сделать, это было не от Бога, это было от дьявола. Поэтому Он сказал, «Мир, успокойся». И сразу настала тишина. Он проговорил ветру. И это сумасшествие. Кто может контролировать ветер? Он проговорил волнам. Кто может утихомирить волны? Вот только недавно, когда я уехал со своего дома в Далласе, у нас были серии очень мощных штормов, которые проходили через наше место. И очень много этих штормов принесли дождя. И нам нужен был там дождь. Поэтому я не говорил ему, чтобы не было дождя. Но там, где я живу, я не хотел, чтобы не было никаких повреждений. Потому что шел очень сильный тяжелый шторм. были эти градины здоровые, в этом шторме были такие здоровые градины, как бейсбольный мяч. И на протяжении часов наши метеорологи они были в панике. Это будет так ужасно. То есть все ваши машины под что-то подставьте. Потому что град будет такой сильный, что он будет ломать окна. Прячьте ваши машины. На ваши окна что-то тоже делайте, какую-то защиту. Потому что будет очень плохо. И это будет идти, этот град, целую ночь. И были люди, которые помещали под укрытие своей машины. И под всевозможные там ограждения. Везде пряча свои машины. И ставя защиту около дверей. И какие-то растения подвигая ближе к дверям. И люди меня спрашивали, у тебя есть место, куда свою машину поставить? Я сказал, ну, то же самое место, куда я всегда и ставлю. Прямо около выезда. Он говорит, ты что, под что не укроешь машину? Я говорю, нет. Потому что мимо моих обитаний это не пройдет. Люди прячут все свои вещи. И я пошел в машине. И я провез ее даже посередину моей дороги для выезда. Вообще, чтобы там рядом даже не было ничего, чтобы могло укрыть мою машину. И я пошел там. И я видел, как этот шторм идет, эта полоса. И она была огромная. И там были молнии везде. И этот гром сильно сотрясал все. Немножко дождик начинал идти. Поэтому я пошел вот там вот на дороге выезда. И я мог видеть направление, от которого идет этот шторм. Я посмотрел на него. Я на него указал пальцем. И сказал, нет, ты этого не сделаешь. Ты не пройдешь близко к моим владениям. Никаких повреждений, никаких вещей, разрушающих, ты не прикоснешься к моим владениям. И я думаю, что, по-моему, моя жена или кто-то, они даже сделали видео того, как я это делал. Потом я вернулся в дом. И там было включено телевидение. И они показывали, как этот шторм идет. Поэтому я взял свой телефон. посмотрел на погоду. И там они показывают, как идет этот шторм. И я записал то, что они показывали, как он шел. И потом я пошел, взял колу. Пошел к своему на крыльцо. Сел там на сиденье. И сел и наблюдал за всем шоу, которое происходило. Молнии. Гром. Это как было смотреть фильм про Моисея. Этот ветер, который сильно дул. это было круто. И я сижу там. И потом я смотрю, как там погода, что они показывают по этому каналу. Это все было у меня на телефоне. И может быть, получится даже вам показать, пока мы здесь это все посмотрим. Мой дом он был там помещен, как этот самый, маленькая голубая точка. И она была прямо здесь. А шторм везде показывал, он покрывал все. И когда он шел дальше, он разделился. И он прошел вокруг дома. И у меня есть видео этого. И люди начали звонить мне. Потому что они тоже это видели. И они сказали, у нас наши окна все поломались. А он говорит, ну, вам нужно было выехать, вас стоят на выезде. И поступать и действовать как Сын Божий. Если мой большой брат это может делать, то я могу это делать. Почему? Потому что те же дела, которые он делал, я могу делать. И больше. Аминь. Аминь. Теперь. Это просто, как пример, он рассказал, мы делали это сотню раз. И когда это происходит, все вокруг меня почему-то удивляются. А я нет. Если бы я удивлялся этому, то я бы не стоял там и не говорил этому всему, что делать. Поэтому, когда это происходит, у меня есть привилегия, что я могу посмотреть им и повторить слова Иисуса. О, вы, малоберы. Аминь. Когда вы стоите на Божьем Слове, Он сделает вас выглядящими очень хорошо. И люди будут после этого спрашивать, как ты это делаешь? А вы просто говорите, потому что во Мне живет Тот, кто более, и кто направляет все эти облака. Аминь. И вам нужно осознать, что Иисус проговорил смокомнице. Он проговаривал к ветру. Он говорил к волнам. Он говорил бесам. И Он всегда говорил им, что им нужно делать. Уйти. Все очень просто. Он не входил в разные детали. Он просто сказал, уйти. Он проговаривал демонам. Он проговаривал к немощам. Он говорил немощам уходить. Он проговаривал к человеческому телу. Говорил, будь исцелен. Протяни руки. Та рука, которая была высохшей. Рука, которая не могла протянуться. Заметьте, что Он всему говорил. И Он делал это все точно так же. Он не имел разные пути делать разные вещи. Почему? Он не был ученым. Он был Господом. Он проговорил. И это повинуется. Все повинуется. Болезнь повинуется. Бесы повинуются. Ветер и море повинуются. Смоковница повинуется. Все. Аминь? Давайте я вам дам пример. Он к мертвому проговорил. Лазарь, выйди. Ну, для того, чтобы выйти, ему нужно было вначале ожить. Он не сказал, Лазарь, оживи. Почему? Потому что для Иисуса Лазарь не был мертвым. Он просто спал. Иисус не видел смерть так, как люди видят. Он просто видит, как ваше тело заснуло. И Он просто будит ваше тело, говорит ему проснуться. Это то, что Он сказал девочке маленькой. Он сказал, маленькая девочка, встань. И точно так же сыну вдовы, Он сказал. Он не сказал, молодой человек, я повелеваю тебя встать, к жизни воскреснуть. Он сказал, молодой человек, юноша, встань. И Он встал. Почему? Потому что Он не мертв, как вы думаете. Он просто спит. И Он просто его разбудил. Воскрешение людей из мертвых, это такая же легкая вещь, как пробуждение человека от сна. Всякий раз, когда вы смотрите на это через Божьи глаза, это единственное тяжело, когда вы смотрите своими собственными глазами на это. Так что ключи это начать видеть те вещи, которые вы видите своими глазами, через Божьи глаза, как Он видит это. Это то, как действуют сыновья. Когда отец на работу одевается, сын, он смотрит на него, и он тоже идет и натягивает на себя одежду на работу. Потому что сын подражает отцу. Иисус показал нам, как нам подражать Ему. Павел сказал, подражайте мне, как я следую за Христом. Как я подражаю Христу. Это то, что мы делаем. Мы просто действуем и поступаем так же, как мы видим нашего старшего брата. Когда вы поступаете, как Иисус, вы поступаете, как сын. Вы соединены. Когда вы говорите, то сила Божья в ваших словах она осуществляет то, что вы говорите. Вот почему это так легко. Вы можете сказать человеку, иди и делай то, что ты раньше не мог делать. У меня были люди, которые говорили, я не могу кушать вот эту еду или эту еду. У нас даже на прошлой неделе было несколько свидетельств с семинара, который я делал в Ирландии, где я показывал примеры того, когда я говорил людям, просто идите кушайте то, что вы раньше не могли покушать. Они ко мне подходили и говорили, у меня вот такая вот реакция, аллергическая реакция на эту еду. А я им говорила, что это значит? Они говорят, ну я не могу кушать вот это, не могу кушать это. Я даже за них не молился. Я просто, идите и кушайте. И когда они пошли, они это сделали, вернулись и сказали, мы с Селиной. Почему? Потому что они просто слушались, послушались. И я им сказал, идите это и сделать. И поэтому их телам нужно было правильно себя реагировать на то, что я сказал, и они это делали. Потому что я сын. Но также я первосвященник, царь и первосвященник для своего Бога. И там, где говорится слово «царь», это слово «сила». Вы говорите. Мы верующие, поэтому мы говорим. Поэтому говорите то, во что вы верите. Не говорите, чего вы боитесь. Говорите, во что вы верите. Аминь? Но вот секрет. Вам нужно говорить всему одинаково. Это значит, вы не можете говорить, так, это бес, мне нужно говорить вот так вот. Это болезнь, поэтому нужно молиться вот так вот. А вот это вот гора, поэтому нужно говорить с Богом вот так вот. Это все одинаково. Это все должно повиноваться вам. Если болезни не нужно вам повиноваться, тогда и бесу не нужно вам повиноваться. Это та же самая власть. Это власть Иисуса. Это власть Иисуса, Сына Божьего, работающий через вашу жизнь. А это значит, что всему этому нужно повиноваться вам. И не важно. Я просто могу сказать, будьте исцелен. И это может быть болезнь, немощь. Это может быть вызвано болезнью или немощью, или бесом. Мне все равно. Какая в этом разница? Все, чем я заботюсь, в том, чтобы этот человек стал здоровым. Если вы пойдете чистить свой сад, вы не берете просто веточки и оставляете там все камни разбросанные, листья упавшие. Если вы будете свой двор чистить, да, то вы все это будете поднимать. Та же самая мышца, которая поднимает камень, та же самая мышца поднимает и листок. Поэтому, когда у вас есть зал или комната полная людей, которых не нужно повиноваться, я не служу какому-то маленькому Богу, который они должны идти, да, и вот каждого выгонять из каждого человека. Наш Бог большой. Он сильный. Он дал одно слово. Свет. Быть. Свету быть и свет был. Ему не нужно было это на протяжении времени прорабатывать. Заметьте это. В Бытии сказано, что Бог благословил человека. И Он сказал ему, плодитесь и размножайтесь. И это было благословением. Благословение Божие было тем, что человек должен плодиться и размножаться. Плодиться и размножаться. Теперь вернитесь к Иисусу. У Него было множество. Что у нас есть? И у нас вот на все это множество, которых там было, несколько рыбок и несколько хлебов. Что сделал Иисус? Прочитайте эту историю. Он благословил это. Когда что-то благословлено, что оно делает? Оно плодится и размножается. Вы видите, как Он умножил хлеб и еду? Это было дано Ему, и Он благословил это. И Он дал благодарение Богу. И потом Он дал это ученикам. И это было, умножалось прямо вот, когда они раздавали. И все, что Бог благословляет, это все плодится и умножается. В каждой сфере вы должны быть плодоносными и умножающими. В каждой сфере. Аминь. В каждой сфере. Если вы не можете иметь детей, это не от Бога. Вы должны иметь детей. Вы должны быть плодоносными и умножаться. Аминь. Мы молились за людей по всему миру. И они всегда забеременевали и имели детей. Потому что это благословение Божие. Аминь. Ваше здоровье. Вы должны быть плодоносными и умножаться. Вы должны иметь здоровье на здоровье. Достаточно здоровья, чтобы раздавать. Ваш банковский счет Ваш кошелек должен плодиться и размножаться. Аминь. Каждая сфера. У вас должны быть друзья в теле Христовом, в церкви. И они должны плодиться и размножаться. Когда я в 81-м году похоронил тело своей дочери, то это было... Это не было правильным. И ко мне пришел муж Божий. Он сказал, это не была Божья воля. Но... Бог даст тебе множество. Сыновей и дочерей по всему миру. И мы были плодоносными и размножались. И у меня есть много людей по всему миру, которые называют меня духовным отцом. И у меня есть много сыновей и дочерей. Аминь. Аминь. Потому что Бог верен. И Он свое слово содержит. Он его исполняет. Поэтому, если вы хотите ходить как Сын Божий, вам нужно знать, что не важно, что это за проблема. Бог поместил вас тут, чтобы править в месте Иисуса, пока Он не придет обратно. И наша работа, чтобы мы были в одном городе, если Он может поместить нас над одним городом, Он может подместить нас над пятью. И если мы будем верны над питью, Он поместит нас над десятью. Почему? Потому что мы будем плодоносными и будем умножаться. И вам нужно осознать, что вы говорите всему одинаковым образом. Проблеме все равно, что проблема не имеет значения. Имеет значение ваша власть в имени Иисуса. Вот что имеет значение. Чтобы вы были веткой на лозе, на божественной жизни, божественный характер, божественной природе и божественной силе, проистекающей через вас. Точно так же, как это происходило через Иисуса. И теперь послушайте внимательно. Если вы сделали Его своим Господом, Его жизнь, Его сила, она поместилась, вошла в ваше тело. Через Дух. Вы не можете это остановить. Когда Он, вы отдали Себя, Он вошел в вас. И Он заполнил вас всею полнотой Божьей, которая обитает в вас. Вы не можете остановить это. Но как бы там ни было, все, что вы можете сделать, вы можете остановить эту силу от проистекания через вас. Вы не можете остановить, чтобы она вошла в вас. Но вы можете остановить ее, чтобы она проистекала через вас. Поэтому не будьте глупыми. Не будьте этой дамбой, будьте рекой. Позвольте Его силе, Его жизни, вы позволили В быть, войти. Теперь позвольте проистекать ей. Позвольте ей проистекать. Постоянно. И не важно, что происходит. У меня были люди, которые приходили со всего мира приезжали встретиться со мной, поговорить со мной. Мы вместе шли и кушали. И они говорили, вот причина, почему я приехал, потому что я умираю. Когда я с ними встречался, обычно, когда вы здороваетесь и даете рукопожатие, и потом вы идете и кушаете, мы там сидим, разговариваем, и вдруг они говорят, ну, наконец-то они говорят, причина, по которой я приехал, это потому что я умираю. И я хочу, чтобы ты помолился за меня. И я пытаюсь остановить их и говорить, ты раньше умирал, но не теперь. И они говорят, я хочу, чтобы ты помолился за меня. И я говорю им, что исцеление уже началось, потому что Библия не говорит мне молиться. Написано возложить руки. И мы это сделали. Когда мы поздоровались и рукопожатиями обнялись. Аминь. То, что есть у меня, это то, что есть у вас. Дух Божий. То, что есть у меня, оно проистекает. То есть это то же самое. И если я прикоснусь к вам, это заразно. И если я прикоснусь к вам, то это передается. А вот если вы больны, это мне не передастся. Вот то, что я имею вам передастся. И исцелит всякую болезнь и немощь. Потому что тот, кто живет во мне, Господь воин. Он человек воин. Он воин. Так, исход 15, 3. Что Господь Он сильный воин. Господь его имя. Это кого я имею. Он человек войны. Он муж войны, ему нравится сражаться. Потому что он знает, что он победит. Поэтому все, что у вас есть, и то, что есть во мне, это на вас перейдет. Потому что это всегда прыгает в место, где есть какое-то, где можно сражаться для того, чтобы победить. Аминь. Это то, что вы имеете, если вы имеете Его. Проблема в том, что болезни, немощь и бесы это все в плоти. Но ваша сила, она в Духе. Но вы не знаете, как именно эту силу, которая внутри вашего Духа, высвободить через вашу плоть или в вашу плоть. И вот в этом и тайна. Для того, чтобы позволить тому, что внутри вас войти в вашу плоть, вы делаете это, когда возлагаете руки на других. Но вы должны знать, как это делать для себя. Вы просто можете начать тем, что будете возлагать на себя руки. Потому что это поступок веры, действие веры. Римлянам 8, в 11 стихе, говорит вот что. Давайте вместе прочтем это. Римлянам 8, 11. Эти слова они Дух и они Жизнь. И вам нужно осознавать эти слова ответ любой проблеме, которая у вас только есть. А это не просто чернила на бумаге. Слово Божье живо. Оно действует. Она имеет жизнь Божью. И Его Слово оно жизни и здоровье всей вашей плоти. Поэтому то, что я вот сейчас скажу, вам нужно взять и схватиться за это. Римлянам 8, 11 стих. Если же Дух Того, Кто воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас. И давайте я вам задам вопрос. Как, кто из вас, кто из вас имеет Духа Божьего, внутри вас, Который воскресил Иисуса из мертвых? О, это замечательный обзор. Замечательный. Я посмотрел на вас и увидел. Свидел море людей. Свидел море людей. Который имеет Дух Живого Бога, живущего в них. Тот же Дух, Который воскресил Иисуса из мертвых. Дух Божий, Который показал самое огромное, показательное действие силы во всей вселенной. Поэтому, когда я говорю к вам, когда это читаю, это говорится о вас. Но если же Дух Того, Кто воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, Тот воскресивший Христа из мертвых, также оживит, исцелит, сделает живым ваши смертные тела. Как? Духом Своим, живущим в вас. Как Он оселяет вас? Духом, живущим в вас. В вас находится эта огромнейшая сила. И она выходит из вашего Духа в ваше смертное тело и оно оживляет его. Убирает всякую смерть, всякую болезнь. Исцеляет и делает его здоровым. Вот как вы исцеляетесь. Почему? Потому что Он живет в вас. Он живет в вас, чтобы показать вам те вещи, которые вам были даром даны. А какие вещи были даром даны? Исцеление, здоровье, свобода, избавление. Все это это ваше наследие. Потому что вы наследник Божий. И Са наследник со Христом. И вы наследники. И Его природа это ваше наследие. Его характер. Его Дух, который имеет Его силу. И эта сила она обитает в этом Духе, который обитает в вас. Это то, кто вы есть. Это то, как вы живете. И эта жизнь в вас, это Дух жизни, который называется Святым Духом, вас. Он дает вам жизнь. Он говорит, вот это было Его обетование вам. Я новое сердце помещу в них. Новый Дух. И я напишу законы свои на их сердцах, на их умах. И они будут моими людьми. А я буду их Богом. Они будут моими сыновьями и дочерями. А я буду их отцом. И как сыновья. Это то, что вы имеете в себе. Если вы этого не имеете, тогда вы не имеете Духа Христова. Тогда вы не Его написаны. Вы или рождены свыше, и вы намного более сильны, чем вы просто можете даже знать об этом. Или вы не рождены свыше, и еще продолжаете оставаться в грехах. А идете продолжать идти в ад. И если в этом ваша ситуация, то она во мгновение может быть изменена. И когда я вас спрашиваю, если у вас Дух Божий, обитающий в вас, я не увидел ни одной руки, которая бы не поднялась. Поэтому я так думаю, что вы все говорите мне правду. И вы должны решить верить. Помните это. Как вы делаете что-либо, это то, как вы делаете все. Вот так, как вы пришли в царство, решение менять. Потому что видимые вещи, они временны. Так что, вы начинаете говорить. И вы говорите всему. И вы не говорите, как это выглядит. Вы говорите этому, как оно должно выглядеть. Потому что вы называете те вещи, которые не существуют существующими. Аминь. Пусть слабый скажет, я силен. Аминь. Пусть больной скажет, я исцелен. во имя Иисуса. И вы говорите о здоровье. Вы говорите о жизни. Вы говорите о силе. Вы говорите о благословениях. И из ваших уст прастекает сила жизни и смерти. Но выбери жизнь, говори жизнь, выбери благословение, говори благословение. Аминь. и называй те вещи, которые в твоей жизни, так, как они должны быть. Все могут называть их так, как они выглядят. Но требуется вера, чтобы видеть невидимое и вызывать это вперед и называть это так, пока это не станет видимым. Когда Иисус сказал, «Лазарь, выйди вон!» Он был, Лазарь, был в гробнице. Никто вообще ничего не мог видеть там. Но он должен был начать там двигаться в этой гробнице. И через короткий период времени, когда никто ничего не видел происходящего, но Иисус проговорил, «Выйди вон!» и тогда люди начали видеть. Вы говорите о несуществующем, невидимоме, пока это не станет видимым. Аминь! Вот кто вы! Вы становяй и дочери Божьей. Вы цари и священники, потому что ваш большой брат, он царь, и он первосвященник. И так как он, так и мы. Он наследник Божий, и мы наследники Божьи. И мы са наследники с Иисусом. И мы са наследники с Иисусом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 у вас есть то что есть у него вы сонаследники с ним что это для вас правдивый факт и истинный факт или это просто какая-то религия это факт и когда вы поверите в это как факт тогда вы начнете осознавать что у него есть а власть и жизнь которая в лозе проистекает ветви он лоза вы ветви у него есть вся власть это значит что у вас есть вся власть потому что вы в нем это больше не выживете но христос который живет вас и та жизнь которой вы живете вы живете верой в сына божьего который умер и отдал себя за нас это то кто вы есть то что есть у него есть у вас если есть вся власть у него то у вас есть вся власть потому что вы в нем если он проговорил смоковнице то вы можете проговорить смоковнице если он проговорил погоде вы можете это говорить аминь аминь вы верите в это еще у меня есть пять минут я очень быстро пройду через все это сейчас мы говорим что вначале у вас должно быть духовное желание к духовным вещам и самое лучшее только вы можете получить это это через кормление а словом божьим принятия словом божьим мы победили его кровью ансом и словом своего свидетельства годы назад бог сказал мне после того как я спросил у него как мне привести людей к тому чтобы они знали это и делали это он сказал приведи их тому чтобы они слушали то что ты слышишь чтобы они смотрели то что ты смотришь чтобы они читали то что ты читаешь поэтому я начал делиться этими вещами и говорить людям что самый большой духовный рост моя вера рост моей веры происходит когда я читаю свидетельства великих мужей божьих и я читаю жизни джон уэсли и а жизни вильяма бутта и а жизни смита вигельсворта я читаю жизни джон джи лейка я читаю их свидетельства я читаю жизни джорджа мюлера и я читаю о том как они слушались и доверяли богу и они выходили из того чтобы быть нормальными и начинали действовать как иисус и люди в начале всегда думали что они сумасшедшие я даже вот недавно читал что там это было о разных там написано о разных мужах божьих как бы там все вместе и когда я читал это я начал смеяться потому что там как бы суммировали их всех и давали какие-то характеристики и одна из вещей которая была общей у всех этих людей а выделялась они не боялись сломать традиции когда они видели что эти традиции не работают и они имели желание искать истину пока не находили ее и многие из них они были такими как бы мы сказали эксцентричными это значит что у них были такие вот знаете ну не обычные пути как они что-то что-то делали поэтому иногда они были немного странными для них но это просто с человеческой точки зрения на небесах для небес они странными не выглядели они выглядели для небес нормальными смит вигельсборг а он ударял людей они его спросили почему он говорит я не пью людей говори да конечно мы видели как ты делаешь это он говорит нет нет я ударяю дьявола люди просто стоят на пути аминь это было все но необычным они делали необычные вещи и один раз один человек пришел к вигельсборда на служение и он был там и день до этого он был там были служение исцеления смит вигельсборда зажил на него руки и человек ушел на следующий день и он понял что ему лучше не стало и он опять стала молиться за исцеление и смит вигельсборда пришел к нему подошел к нему спросил что что такое человек начал говорить пока он говорил вигельсборда сказал ты же вроде вчера вечером был в молитве или нет да он сказал вигельсборд взял его развернул и потом свою ногу поместил человеку на заднее место и толкнул его и сказал иди сядь ты уже исцелен ты слишком глупы что вы знаете это видите большинство людей которые бог использует они выглядят очень странными но это из-за того что мы слишком человечные один раз они привезли человека к смит вигельсборда с больницы на носилках и доктор был с этим человеком и этот доктор сказал этот человек умрет вот совсем немного ему осталось он точно он выглядел уже мертвым у него в желудке был большой ну большая опухоль раковая и он там лежал на этих носилках и выглядел уже мертвым вигельсборда подошел к нему и спросил что не так и доктор сказал этот человек умирает от рака и можно было даже видеть вот эту огромную опухоль на животе у этого человека и доктор сидел рядом с ним и они сказали что вигельсборда он свои рукава подтянул и потом раскачнулся как бейсбольный игрок и он вот так замахнулся и потом он ударил человека прямо в живот и мужчина вообще распластался и доктор он просто пошел в другую сторону а доктор бежал за ним он кричал они засудят тебя а ты убил его они засудят тебя вигельсборда он повернулся прямо перед доктором и он сказал заткнись не рассказывай мне что мне делать я знаю свое дело и он развернулся чтобы уходить и вдруг внезапно человек который был на вот этих человек который был на носилках он бежал и уже не было видно никакого опухоли он бежал своей больничной ночнушки а которая развивалась и он кричал и он бежал и кричал я исцелён я исцелён мы были сотворены мы были рождены другими нам было предназначено жить по-другому и то как жил вигельсборд это не было нормой для людей других ваша проблема в том что вы хотите жить но нормальной жизнью вы хотите жить как все остальные а когда вы живете как все остальные то тогда вы будете иметь все что есть у всех остальных бог сказал сау на самом деле израилю бог сказал израиль я хочу быть вашим царем а израильтяне сказали мы хотим царя как и у всех есть бог сказал да нет на самом деле вы не хотите царя тех которые есть у других народов я хочу быть вашим царем но люди продолжали говорить мы хотим быть как все остальные мы хотим иметь царя как у всех остальных есть бог сказал тогда я дам вам царя как и есть у всех остальных и это не было хорошо не хотите быть как все остальные хотите быть как иисусом желайте быть как иисусом будьте другим говорите с деревьями говорите с погодой говорите с болезнями говорите к вашему кошельку или чековой книжке смотрите на ваш банковский счет говорите ему некоторым из вас нужно провозглашать жизнь вашему банковскому счету потому что у некоторых из вас банковский счет умер и они должны быть воскрешены эти счета и вам нужно их им говорить выйти вам нужно делать и мы знаете это чрезвычайная помощь для того чтобы оживить вернись вернись ты будешь жить ты будешь плодоносным и умножающимся счетом аминь да люди будут над вами смеяться пока ваш банковский счет не наполнится так что тогда вы увидите как они будут пытаться тоже делать вот это искусственное дыхание аминь почему потому что мы были предопределены быть сыновьями быть лидерами показывать людям то направление которым они должны идти чтобы вести и учить народы а это значит мы должны научить их всему тому что чему я учу вас на этой неделе послушайте я однажды уже пытался быть нормальным и это не было весело это было скучно это было тяжело жить нормальным потому что бог никогда не призвал меня быть нормальным он никогда не призвал вас оставаться нормальным он хочет чтобы вы были другим он хочет чтобы вы были сыном божьим который светит в этом мире который держит это слово света и вы говорите хотите это вот как я это получил и вы ведете людей в истину и вы кормитесь от свидетельств есть так много удивительных вещей которые люди сделали я раньше имел видеокассеты которые постоянно смотрел Джек Коу Эй Алан Вильям Бранн вот все эти люди я смотрел их служение исцеления и это удивительно когда я начинал служить я был в той же ситуации в которой они были и вдруг внезапно я видел это проигрывалось у меня в голове это видео и я просто делал так же как они и это было по-другому и это было необычным потому что божество людей этого не делают но вот это видео проигрывалось и я так делал и Бог который работал через них работал через меня и он работает через вас кровью анса словом нашего свидетельства мы побеждаем аминь аминь спасибо пастор спасибо дай славу Господу он достоин хвалы аллилуйя слава 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 Иисусу это благословенное время это масса свидетельств которые мы принимаем сегодня от Господа это благословляет нас это строит нашу жизнь это утверждает нас в истине Божией хочу сказать что кроме двух новых пособий которые мы имеем на этой конференции у нас есть две новых книги это Керри Блейка причастие это то что благословит тебя благословит твоих друзей еще эти книги доступны и также вторая книга Бог верен своим обещаниям Бог верен своим обещаниям это хорошее послание хорошая доступная открытая книга для того чтобы питать себя от Божьего откровения у нас сейчас перерыв давайте 15 минут мы на месте все Бог да благословит тебя во время перерыва группа порядка пожалуйста помогите пастору отдохнуть пройти чтобы его не арестовывали в проходах и на проходах не стойте пожалуйста если возможно используйте проход чисто для того чтобы пройти то вот что вот и так вот вот так вот и